всем добрый день я очень рад что вы нас видите к сожалению мы лишены такой возможности в силу известных всем причин но мы продолжаем традицию наших выступлений в онлайне и сегодняшнее наше выступление будет посвящено битрикс фреймворку и мы будем говорить о том что произошло с предыдущего мероприятия что мы делаем сегодня и самая интересная часть заключительная мы немножко порассуждаем о наших планах на наш фреймворк да всем привет и о планах мы расскажем не только об идеях или каких-то концептах фантазиях но покажем конкретные даже вещи которые и запроектированные некоторые даже запрограммированы а начнем с наших обещаний с наших анонсов с весенней презентации ну в некотором роде отчитаемся расскажем как как и что было выпущено да дима прошлый раз вы с вами говорили о том что мы начинаем долгий путь про mb string fun cover load всем это настройка уже надоело все знают что она устаревшая и мы вам рассказывали что мы собираемся делать за прошедшее время мы все это сделали мы выпустили дистрибутивы новые у нас был так называемый переходный период когда можно было использовать и старую настройку и новую то есть и 0 и 2 но сейчас мы уже видим что переходный период создает некоторые сложности некоторые недопонимания и мы решили что в ближайшее время мы вообще запретим использовать mb string fun cover load то есть теперь настройка по умолчанию будет 0 система обновлений будет требовать чтобы на проекте эта настройка была убрана только тогда вы сможете обновиться до последней версии продукта это выйдет вместе дистрибутивом и ядром 20 100 ноль почему 20 100 об этом и тоже немножко попозже поговорим еще один наш анонс был стандарт psr 4 мы его поддержали он уже выпущен на экране вы видите как может выглядеть новый путь применительно к файлам с таким стандартам то есть именуется не только файл но еще и директории до него причем директории после папки lib то есть опять же как на примере на экране мы регистрируем адрес для конкретного namespace и после него уже все должно быть именовано по стандарту комбинировать эти стандарты не допускается к сожалению то есть либо файлы названы по новому либо в ловеркейсе либо по старому ловеркейсе либо по новому мы у себя не стали переименовывать абсолютно все файлы но те папки новые что мы создаем в либе мы уже именуем по новому дополнительно мы поддержали поддержку нескольких путей для одного namespace на практике это пока не пригодилось но в целом такое встречается в композере и мы решили что сразу поддержим такую возможность еще одно из обещаний было выпустить наконец документацию по контроллерам и мы это сделали теперь вы сможете ознакомиться как работать и в аяксе с контроллером и в ресте и просто для использования в качестве альтернативы компонента в некотором роде и чтобы далеко не уходить мы выпустили обновление для контроллеров выпустили новый респонс то есть это redirect теперь можно не просто redirect как раньше там пытаться что-то придумывать а это отдельный вид респонса с возможностью указать дополнительно статус текст ответа очень много работ мы провели по сессиям это были очень длительные работы для нас во многом сложные изначально мы хотели чтобы мы избавились от лакировки сессий потому что как вы знаете сессия у нас открывается в самом начале страницы в инклюде ядра и она блокирующие то есть все остальные вкладки пользователя если они открываются после первой становится в очередь пока не отработает первое все остальные будут ждать естественно это вызывает некоторые неудобства кажется что проект тормозит как мы уже рассказывали в прошлый раз мы придумали разделение сессии на горячую и на холодную горячая сессия это сессия ядра она в основном отвечает за авторизацию и мы решили что она будет жить в куках то есть это будет не только идентификатор сессии но и сессионные данные это нам позволяет сделать старт сессии ленивым потому что вторая часть сессии холодной как мы ее называем все еще остается блокирующий но мы ее делаем ленивой то есть пока не потребуется сессионные данные сессия блокирующая не стартует но так как основные хиты ядра пользуются именно сессии ядра то мы рассчитываем на то что основная часть хитов будет не блокирующими настоящее время мы испытываем режим разделенной сессии на нашем корпоративном портале и пока отзывы пользователей самые положительные то есть они заметили даже визуально что у нас стало быстрее чисто визуально горячие и холодные сессии выйдут в обновление ядра 20 500 кроме собственно сессии горячий в куках мы также сделали специальные соединения для того чтобы сессии были и в редисе и в им кэше та самая холодная часть то есть все хендлеры реализацию всех эндлеров сессии мы взяли на себя и файлового и редис и мем кэша и вдобавок к этому чтобы пользоваться горячей горячей сессии мы реализовали механизм шифрованных кук потому что данной сессии конечно не должны подвергаться воздействию пользователя поэтому куков которые живут сессионные данные шифрованная ну и одну секундочку и мы также выпустили уже обновление 400 где уже есть режим сессии новый и после этого мы выпустили ряд фиксов чтобы сделать переход на новый режим более плавным потому что оказалось что не на всех проектах сессии настроены правильно нам пришлось специально обрабатывать эту ситуацию и еще один из анонсов предыдущие конференции это роутинг как мы и планировали мы запустили его в продакшн на битрикс24 уже след он там работает никакой деградации по производительности мы не заметили в настоящее время мы готовим его для выпуска в коробке у нас остается одна нерешенная проблема но вот практически уже готовы в скором времени выпускать это для коробки а пока что вы можете ознакомиться с примером конфигурации нашего битрикс24 мы показали там те возможности но которые мы анонсировали эти возможности все были реализованы и практически все они применены в конфигурации текущего битрикс24 то есть пока что можно ознакомиться в таком формате и и теперь перейдем к новинкам которые мы не обещали но все равно сделали прежде всего вы могли заметить что версионирование номера версии наших модулей они немного изменились раньше у нас третья цифра была кратно 100 теперь это вторая цифра никакого скрытого смысла или каких-то маркетинговых штук это не несет это нам просто так удобнее выпускать внеочередные обновления вход фиксы фиксы аварий либо просто какие-то обновления которые слишком долго задержались в очереди нам необходимо их ускорить перед релизом спасибо дима одна из функциональных возможностей которые мы выпустили это контроль дубликатов файлов мы постарались сделать это прозрачно и чтобы пользователь мог сам настраивать на своем проекте по умолчанию новых дистрибутивах это будет включено есть для контроля файлов ограничения размера файла сверху потому что основан контроль на подсчете контрольных сумм файлов и на очень больших файлов могут быть заметные задержки наши тесты показывают что на нашей виртуальной машине файлы размером 100 мегабайт подсчитываются примерно за две три десятых секунды и мы считаем что это значение по умолчанию допустимо механизм работает прозрачно с точки зрения разработчика достаточно по-прежнему вызывает c файл сейф файл тогда дубликаты будут посчитаны автоматически если же разработчик точно знает что этот дубликат ему совершенно не обязательно делать лишнюю запись в б файл он может сразу вызвать метод c файл и дубликейт указать оригинал и тем самым сэкономить место не загружая один и тот же файл подсчитываются ссылки на оригиналы для удаления и файл оригинально удаляется только тогда когда на него уже не остается ссылок мы установили эту опцию на нашем корпоративном портале и где-то за две недели по статистике мы уже 20 гигабайт сэкономили потому что пользователи как-то ни странно часто загружают дубликаты файлов также мы выпустили как вы уже наверняка заметили в том числе в чате для разработчиков сервис локатор это служба которая является реестром объектов она позволяет разработчику в том числе изменить стандартные объекты в этом реестре через конфигурирование мы реализовали в этом сервис локаторе поддержку стандарта psr-11 то есть он реализует соответствующие интерфейсы можно им пользоваться согласно стандартам вы можете заменить свои объекты либо через dot settings.php глобальный либо через settings extra где вы можете проявить свою полную фантазию по опциям потому что вы можете в этот файл включить систему контроля версий или включать в него инклюда которые состоят под контролем версии в общем здесь полностью на ваше усмотрение ну и кроме того это можно делать в рантайме через api вы можете в сервис локатор помещать свои объекты доступ к объектам осуществляется по имени то есть чтобы получить объект нужно через строку к нему обратиться вот пример как сервис локатор описан в конфигурации в частности в сеттингах видно что есть строчка есть классным который будет вызван и можно задать параметры конструктора которые будут вызваны при получении объекта из локатора по запросам наших крупных клиентов мы пересмотрели политику безопасности пользователей мы ее значительно усилили усилили сначала мы выпустили ограничение количества попытки попыток авторизации пользователя который приводит к блокировке временной пользователя есть такие требования в соответствующих программах сертификации кроме того есть возможность указать в политике группы пользователя требовать сменить пароль через указанный промежуток времени и более того этот пароль должен быть уникальным на какую-то указанную глубину ну и самое важное пожалуй изменение которое напрашивалось уже долгие годы это хеширование паролей пользователей более стойким крипто алгоритмом и мы выбрали с и чей 512 для получения хорошего роли пользователя он намного длиннее и в настоящее время считается что достаточно безопасный и что перебором простым хэшей его в настоящее время невозможно подобрать и взломать давайте вернемся к с изменением в API и традиционно обновление ORM в прошлый раз мы анонсировали такой метод как setDefaultScope который мы применяли для инфоблоков в сущностях то есть это такая предустановка глобальная предустановка фильтра в рамках сущности и мы решили почему он только глобальный ну то есть это такой довольно узкий сценарий наверное только у нас инфоблоков и применяется мы решили сделать возможность именовать свои такие области данных области разметки данных для этого необходимо определить метод начинающийся с with в классе table сущности и в дальнейшем можно его использовать уже в query то есть можно предустановить фильтр как показано на примере у вас на экране и поскольку туда передается объект query мы решили почему зачем ограничиваться только фильтром ведь можно вообще что угодно делать с этим запросом то есть установить сортировку группировку добавить какие-то поля для выборки зарегистрировать runtime поля почему бы и нет и чтобы уж совсем обеспечить полную гибкость мы добавили параметры к этим вызовам то есть можно передавать как значение для фильтра так и просто какие-то переменные которые за счет которых стоит там дерево условий внутри в зависимости от этого уже регистрировать поля и что угодно с этим запросом делать то есть все это в итоге в использовании приводится только к вызову там одной или нескольких строк если вы несколько несколько областей данных используете мы добавили приватные поля есть такие поля как пароль которые нежелательно чтобы они попадали лишний раз запрос такие поля мы теперь будем помечать приватными и это значит что в запросе их использовать нельзя до тех пор пока вы явно не скажете запросу что вы действительно хотите использовать эти поля с точки зрения безопасности нежелательно когда у нас есть проход от клиента данных до запроса то есть когда клиент контролирует какие поля нужно выводить на экран то ну каким-то образом там принять при отсутствии должных проверок эти поля могут прокраситься и поэтому на всякий случай мы их отключили если вы все-таки выбираете ну то есть у вас какой-то процесс авторизации идет вам нужен пароль вы включаете режим что такие пара поля допускаются в запросе но при этом фильтре они будут по-прежнему запрещены фильтре ни при каких условиях не является безопасным использование таких полей если вам нужно сравнить пароль то вы выберите его из базы данных и только потом уже сравните на уровне приложения сравнивать его в запросе категорически не рекомендуется небольшое косметическое обновление по режиму distinct раньше вы скорее всего использовали его применительно конкретному поле в экспрессион филде теперь же можно задать его на уровне запроса выглядит это более корректно и лаконично аннотации что касается аннотации у рм классов которые идут из коробки в наших модулях то их теперь генерить не обязательно они к вам придут вместе с обновлениями у каждого модуля это будет свое обновление и таким образом использовать у рм аннотатор вам теперь остается только в двух случаях когда у вас свои модули и свои классы своей сущности и в случаях когда эти сущности виртуальные например инфоблоки то есть они данные они хранятся в вашей базе данных и поэтому чтобы как-то их представить в аннотациях вам все-таки придется запустить аннотатор а также мы переработали коннекшены в базе данных то о чем ранее у напоминал вадим мы облагородили так сказать подключение редиса и мемкэша то есть если раньше каждый делал это по-своему то теперь все эти коннекшены хранятся там же где и подключение к базе данных к основной то есть settings php мы сразу же поддержали для редиса и для мемкэша кластерной конфигурации и таким образом при запросе этого подключения из аппликейшена вы получаете нативный ресурс нативное подключение уже пользуетесь его методами но суть в том что теперь это хранится централизованно в общем реестре подключения также у нас произошли изменения в части интерфейсной наша группа ядра занимается в том числе интерфейсами ядра вышла очень интересный вышел очень интересный диалог называется он диалог выбора сущности это extension в модуле юай он позволяет практически любые сущности выбирать помощью интерфейса поиска и списка как вы видите есть закладки типов сущности поддерживаются пользователи поддерживаются группы пользователей и любые другие сущности которые будут запрограммированы на бэкэнде документация будет написана по нему я думаю что в своих проектах вы также сможете использовать очень большое внимание в этом диалоге уделено user experience это и работа с клавиатуры и различные сценарии чтобы они были на кончиках пальцев пользователей этой оптимизации производительности в общем очень рекомендую вам этот диалог и кстати он у нас уже вышел на битрикс24 в некоторых наших сущностей в календарях еще по моему где-то посмотрите попробуйте его использовать возможно вам понравится и вы его захотите для ваших проектов мы коротко поговорили о том что мы уже выпустили и хотим перейти на ту часть где мы расскажем на чем работаем сегодня начнем пожалуй с новой графической библиотеки что это такое чего вообще возникла такая идея сейчас есть у нас большой класс старый c файл в нем реализовано очень много функций эти функции смешаны там и загрузка файлов и графические функции мы посчитали что в плане перехода на новый фреймворк мы будем выделять инструменты специализированные в отдельные классы новые классы чтобы разделить зоны ответственности чтобы не было одного большого класса который отвечает за все поэтому выносим от из c файл все что относится графике кроме того нам мы считаем что будет полезно использовать графическую библиотеку и magic в некоторых сценариях она работает эффективнее чем библиотека gd иногда меньше памяти затрачивается иногда более компактные файлы на выходе получаются в общем мы ее используем в облаке битрик за 4 и нам кажется что было бы полезно дать возможность использовать во всех сценариях которые поддерживаются в c файле это сжатие файла это повороты и вот вводные знаки и любые другие преобразования хорошей новостью является то что и magic уже есть нашей виртуальной машине он включается через пункты меню виртуальной машины поэтому когда выйдет обновление его фактически уже можно будет использовать в нашей виртуальной машине выбор какую библиотеку графическую использовать производится через настройку сервис локатора опять-таки через файлы сеттингов дима после выхода уровенного api для инфоблоков мы столкнулись с большим количеством запросов что надо это дело развивать и помимо нового api партнерам давно не хватает реста для инфоблоков и вот новая api хороший предлог так сказать чтобы этот рест на нем и сделать вот и мы сделали рестапи для инфоблоков который базируется на уровне на мапе и на уже упомянутых выше контроллерах их интеграции с рестом включается это одной галочкой в админке для конкретного инфоблока и в настоящее время мы реализовали доступ на чтение похоже это будет покрывать большую часть сценариев в будущем и планируем на запись добавить вот вот таким образом выйдет выглядит выглядит в админке эта галочка одна и напомню что поскольку используется api urm то символьный код тоже необходим без него инфоблоки в новом аппе просто не заведутся доступно два метода первый это получение элемента по id для этого необходимо передать id инфоблока и id собственно элемента select указывается опционально но по умолчанию выбираются только несколько полей самого элемента то есть каждое свойство нужно указывать явно ну просто чтобы не перегрузить лишний раз базу данных то есть необходимо указывать все свойства в запросе который вам надо выбрать и второй метод это получение списка где также требуется id инфоблока точно также указывается select и помимо этого можно указать диапазон фильтрации и сортировку здесь все работает по правилам по физике urm и в случае с фильтром фильтрация urm сейчас работает на объектах и было бы наверное не совсем правильно в rest передавать объекты пытаться их как-то там растерилизовать и поэтому мы сделали для фильтра представление в виде массива то есть это не те фильтры которые были раньше на массивах это новые фильтры объектные но теперь как ни странно они возвращаются к истокам и приобретают дополнительные дополнительное представление в виде массива ну по структуре она очень похожа на дерево объектов condition 3 то есть представляет из себя точно такую же иерархию и соответственно вам доступны все возможности методов where is query помимо этого для удобства на работе для для удобства работы на фронт-энде мы разрабатываем js библиозеку которая будет по сути повторять query builder на фронт-энде чтобы как-то кастомизировать это поведение добавить свои методы добавить поля которые выбираются по умолчанию в контроллере можно создать свой контроллер отнаследовав его от того что у нас по умолчанию и определив в settings php через уже упомянутый неоднократно сервис locator что вы хотите для конкретного инфоблока использовать именно свой контроллер а не тот что по умолчанию ну не обошлось и без обновлений у ровного api инфоблоков там мы поддержали очистку кэша тегированного очистку фасетного индекса вернули к жизни работу с секциями в том числе пересчет вот этого вот дерево иерархии всех этих секций расширили примеры в документации и сделали постраничку при выпуске уровня в api мы столкнулись с таким явлением что некоторые разработчики они с урм до этого не работали и впервые они столкнулись с урм именно при работе с новым api инфоблоков и для них оказалось некоторым вроде неожиданным что данные могут двоиться как как это бывает часто при запросах например с ну ко множественным свойствам и чтобы избежать этой проблемы в том числе опытным разработчикам облегчить вот эту вот рутину обработки этого двоения мы написали helper для корректной постраничной выборки ему передается запрос и по сути что он делает он выкидывает select весь из запроса выбирает distinct идти и потом уже полноценно выбирает все данные именно по этим идти восстанавливая оригинальную сортировку ну то есть один запрос разбивается на два но при этом второй запрос предельно простой и тем самым страничка работает практически прозрачно не требуя к себе какой-то дополнительного внимания обработки еще одна из новинок которые нам показалось логично внедрить после роутинга это middleware это такие обработчики которые позволяют проанализировать запрос до его фактической обработки контроллера то есть не только проанализировать но например и вмешаться как-то повлиять на поведение может отказаться вообще обрабатывать этот запрос мы добавили такие обработчики они подключаются только в bootstrap с новым рутингом то есть вы сможете использовать middleware только когда мы выпустим новый рутинг и сразу же будут доступны и middleware при этом middleware глобальные для всех запросов они определяются в settings php либо settings extra и также есть возможность указать специфические middleware для конкретного маршрута ну работает это также как и любые другие дополнительные возможности роута то есть прям в роуте можно методом задать какие middleware один или несколько запускать при совпадении при попадании запроса именно на этот маршрут и дело в том что middleware это не совсем логическое продолжение роутинга а это некоторые такой гости с будущего и тут я наверное передам слово вадиму да нам хотелось бы поговорить с вами о не очень как мы надеемся отдаленном будущем наша группа периодически собирается и мы очень горячо обсуждаем будущее нашего фреймворка моделируем его и сейчас мы представим наши идеи по этому самому будущему главное что мы хотим это чтобы фреймворк был действительно фреймворком чтобы это было отдельное отчуждаемое ядро для использования более того мы хотим чтобы этот фреймворк это ядро новая работала за пределами документ рута при этом старое ядро будет по возможности использовать максимум из нового фреймворка как я уже говорил мы стараемся части старого функционала выносить в новой библиотечке складывать в папочку ли по соответствующим нам спейсом с тем расчетом чтобы использовались они и в новом фреймворке и старом ядре при этом в нашей новой концепции административный раздел например будет не каким-то особым отдельным разделом а просто одним из сайтов нового фреймворка соответственно мы вам представляем наш новый жизненный цикл это прекрасную схему рабочую нашу здесь мы не выдумываем ничего нового я могу сказать что схема достаточно традиционно дима много говорил о middleware о роутинге это все части этой новой схемы здесь присутствуют сервисы присутствуют middleware в разных ипостасях до сервисов после роутинга во время роутинга роутинг должен попадать на контроллеры но увидите эту схему она классическая все начинает с реквеста и заканчивается респонзом и мы решили переосмыслить наши компоненты то есть они нас в целом устраивают в том виде в каком они есть то есть это такие автономные боевые единицы но порой не хватает все-таки функционала и какого-то точечного такого позиционирования и мы решили что мы будем на них смотреть как на абстрактный бандл то есть это может быть как хранилище ну то есть как контроллер то есть это близко к тому что есть сейчас это может быть юай библиотекой расширения и это может быть в том числе и библиотекой классов то есть каждый контроллер мы предполагаем будет находиться под контролем лодера то есть у него будет свой namespace в psr4 и можно размещать не только классы самого контроллера как вы видите на скриншоте но и просто какие-то дополнительные вспомогательные классы то есть не требуется то есть если вам нужно несколько дополнительных классов не нужно для этого создавать отдельный модуль можно это все упаковать в рамках одного компонента мы хотим отказаться от копирования ресурсов в публичку ну сейчас не только ресурсы но и в целом весь компонент копируется в публичку но прежде всего это нужно для ресурсов и ресурсы мы планируем линковать ну причем это такой будет ленивый ленивый линкинг чтобы не не засорять публичное пространство и отдельно мы прорабатываем вопрос наследования чтобы можно было наследовать компонент не методом копипасты как-то более цивилизованно причем не весь целиком а можно отнаследовать как только логику можно отнаследовать какой-то конкретный шаблон можно там только ресурсы поменять ну то есть такое точечное целевое наследование и в рамках компонента мы внедряем новый шаблонизатор не новый а просто шаблонизатор когда-то у нас были эксперименты с этим и которые завершились не совсем удачно сейчас мы возвращаемся к шаблонизатору уже осознанно с пониманием какие плюсы он даст по сравнению с шаблонами компонента но прежде всего это экранирование по умолчанию то есть это самая главная наверное опция шаблонизатора самая главная польза практическая которая несет и помимо этого большей частью наверное самой такой интересной задачей было избавиться от отложенных функций дело в том что во многих фреймворках вообще фреймворки ориентированы на такую проектную разработку а в нашем случае все усложняется тем что мы еще и смс помимо фреймворка то есть нам нужно быть готовым к тому что у нас уже много заранее заготовленных компонентов что партнеры разрабатывают свои дополнительные компоненты и все эти элементы должны как-то уметь взаимодействовать между собой и до сих пор мы для этого использовали отложенные функции которые приводят но некоторым неудобством при работе с буфером вывода и в данном случае мы уже решили эту проблему в готовом взяв готовый шаблонизатор и написав для него плагин который позволяет делать то что вы видите сейчас на экране то есть это два независимых шаблона один подключает другой и при этом они успешно обмениваются данными без каких-либо без какого-либо колдовства с буферами и каких-то костылей и также мы решили переработать многосайтовость ну здесь вот на экране можно посмотреть как примерно выглядит файловая структура то есть какой-то конкретики больше мы не доработали но мы ввели понятие layout of ввели понятие страниц но пока что какую-то более полную концепцию представить не готовы но если из того что вы видите уже будут какие-то идеи то будем рады выслушать их куча вопросов у нас последний давайте я потом я потом тогда наброшусь с вопросами на вас последний но как говорится не последний слайд один из самых интересных называется он полноценная поддержка композера что это такое вы уже заметили что мы много упоминаем стандарты psr эти стандарты тянут за собой интерфейсы классы их нужно куда-то размещать пока что мы их папку main vendor размещаем но мы конечно понимаем что это не совсем правильно потому что файлы меняются нужно поддерживать версионность нужно чтобы версии были актуальные и мы сами на проектах библиотеки композера тоже используем на наших проектах поэтому во весь рост встает вопрос использования композера штатным стандартным образом с учетом конфигурации конкретного проекта с учетом обновления конкретного проекта сейчас мы ведем исследовательские работы чтобы скрестить нашу систему обновлений и композер когда у нас что-нибудь получится более конкретное но мы обязательно расскажем просто я хочу чтобы вы знали что работа в этом направлении ведутся и не исключено что в скором времени мы будем поставлять в том числе и наши какие-то библиотеки через композер через его обновления спасибо всем и видимо переходим к вопросам к сессии вопрос на мы переходим значит самый я буду самого начала потому что здесь вопросов много прям по ходу вашего доклада было значит давайте первый вопрос вадим поддержим ли мы оперативно restore php с нашими изменениями до некоторые скрипты немножко отстали в развитии по сравнению с тем как мы движемся вперед если есть какие-то конкретные проблемы по скриптам по старым классам обязательно пишите в техподдержку потому что иногда то нас не вовремя доходит информация например я не совсем знаю что вы имеете ввиду видимо он бы стринг фанк оверлот вы имеете ввиду проблема там в том что restore должен поддерживать как старые версии так и новые версии и соответственно настройки должны быть разные задача это есть в разработке сейчас этот скрипт у нас разрабатывается окей идем дальше где вот здесь анатолий кирсанов спрашивает где у нас штатная процедура смены кодировки бус с 12.1 утф 8 и следующий вопрос от него уже это видимо в тему когда же полностью будет поддержка вообще полностью mb стринга штатные процедуры смены кодировки проекта не существует схематично она выглядит так во первых заменить все файлы проекта кодировку то можно легко сделать на том же печки пробежаться по всем файлам перекодировать из 12.1 утф это будет в основном касаться языковых файлов но самая сложная работа это конвертировать базу данных в простейшем виде это выглядит как alter database на смену кодировки и alter table всех табличек на смену кодировки но к сожалению этого недостаточно потому что некоторых полях есть реализованные данные они в однобайтовой кодировке и чтобы правильно перекодировать их нужно доставать из этих таблиц анти реализовать кодировать утф если реализовать обратно то есть простой сменой кодировки таблиц это не решается но я могу сказать что этот процесс достижимый мы несколько наших очень крупных проектов таких как сайт 1с как наш корпоративный портал мы переводили с однобайтовой на утф вполне успешно но вот встретили такие сложности поэтому я вам говорю вот о том что помню что есть такие сложности в сервизованных данных таблицах нужно иметь ввиду вот еще здесь вопрос в тему прям нашего недавнего обсуждения вадим тебе скорее всего когда выйдет новая стабильная версия веб-окружении будет ли она сразу же на базе cintos 8 и если нет вообще когда ожидается поддержка cintos 8 и здесь уже набрасывают на mysql 10.3 mysql 10.3 не обещаю сейчас у нас в разработке бета-версия окружения там будет и cintos 8 и mysql 8 и php 7.4 php 8 еще не вышел он выйдет как раз на мой день рождения 26 ноября это хорошо так ну нужно иметь ввиду что файлы продукта потребуют мы string fun cover load 0 а виртуальной машине в настоящее время fun cover load 2 по умолчанию мы понимаем что это создал сложности для инсталляции продукта поэтому постараемся как можно быстрее вместе с дистрибутивом выпустить обновление виртуальной машины где тоже по умолчанию будет 0 ok вот еще рассказывал про дубликаты как определяется собственно сам дубликат что происходит когда в двух местах идет ссылка на один файл а затем каком-то месте файл удаляется дубликат определяется по контрольной сумме используется один из самых быстрых алгоритмов md5 как я уже говорил на на оригинал подсчитываются ссылки из дубликатов есть специальная табличка соответственно производится контроль при удалении файла если ссылки еще существует то оригинал физический файл не удаляется две записи из b файл указывают на один физический файл в папке upload либо в облаке окей хорошо вот rest rest инфоблок до 1 для инфоблоков на сейчас символьный код api нельзя переопределить после создания нужен механизм говорят нужен механизм для того чтобы уже созданными файл блоками его задать что скажешь будет не будет целесообразно или нет можно просто в админке переписать значение этого символьного кода другое дело где вы его используете то есть здесь наверное поскольку у нас нет доступа к вашему коду то вы можете переопределить этот код в админке по своему коду по программному коду провести рефакторинг просто переименовать все вызовы то есть у нас в чем там сложность я так понимаю заключается что этот код используется в имени класса которого вызываете для использования api то есть тут дело стоит за переименованием за рефакторингом если я правильно понимаю вы упоминали про фреймворк что у нас скоро будет здесь спрашивают он будет бесплатно самый то главный вопрос этот вопрос обсуждается у нас внутри команды пока я не готов может быть какая-нибудь отчуждаемым какая-нибудь бесплатная версия ознакомительный на 12 человек конечно мы заинтересованы чтобы вы на свои проекты использовали наш фреймворк не прибегая к посторонним мы будем обсуждать этот вопрос в том числе бесплатность поставки и что нибудь решим окей вот здесь еще спрашивают что мы опять много-много всех представили наговорили вадим дима опять вопрос про документацию то есть когда поддержим документацию много документации уже выпущено надо здесь пишут что много выпущено а вот и потому что сказали когда будет или не будет я могу так сказать написание документации ставится спринт отдельными задачами то есть когда мы выпускаем функционал мы практически сразу к нему выпускаем внутреннюю документацию не всегда мы готовы эту внутреннюю документацию опубликовать наружу потому что пока устаканивается api мы еще не готовы его публиковать в частности это относится к роутингу у нас уже есть внутренняя документация но поскольку роутинг сейчас стадии становления мы публикацию еще не публиковали но она уже есть и весь новый представленный функционал он практически уже весь документации ждем также документацию по диалогу от ее еще нет честно скажу а ко всему остальному внутренней документации уже есть окей спасибо большое вадим дима спасибо большое вам коллеги что слушали доклад я думаю что мы будем сейчас уже переключаться на новый доклад все вопросы я вижу которые которые вы задали я я их вижу я выбираю здесь самый лучший можно уже готовить новых спикеров до на следующий доклад